И всем привет, ребят, с вами Старбанька, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору новых устройств, которые появились у нас в челлендже, именно устройство на гаусс пробития, именно сегодня уже появился второй мартовский челлендж, в котором, как всегда, у меня все есть, но я думаю, что очень многим было бы интересен этот обзор И, возможно, для вас станет понятно, стоит ли приобретать этот челлендж, стоит ли брать его ради гаусса с пробитием, ну и ради грома легаси, ведь это уже получается у нас второй подряд челлендж, в котором есть скины легаси, и это, конечно, не может не радовать На гауссе мы сегодня будем играть на диктаторе, по режиму, я думаю, что мы сыграем в TDM, дефолтный стандартный режим для гаусса, который, если и хорош, то сумеет себя очень неплохо показать Я вам скажу, что я на гауссе с пробитием играю и играл крайне-крайне редко Больше всего предпочитал гаусс с эми, все-таки для меня эми гаусс будет посильнее и поярче Но, здесь по большей части зависит от того, от чего нет иммунитета у противника, да, то есть, если нет иммунитета от пробития, то можно взять гаусс с пробитием Если нет иммунитета от эми, то лучше, конечно же, всегда брать гаусс с эми Ну и посмотрим, насколько хорошо себя покажет этот гаусс в рамках одного матчмейкингового боя TDM, это, как правило, полноценная 15-минутная катка с тем учетом, что меня, скорее всего, закинет на новую каточку И это будет каточка 6 на 6, 6 на 6 бои крайне редко сейчас заканчиваются досрочно Поэтому посмотрим, что у нас в этом плане получится, посмотрим, насколько хорошо у нас удастся реализовать этот гаусс Я сказал бы, что гаусс сейчас находится где-то примерно в средней мете, в среднем таком балансе И не сказать, что эта пушка прям сверх жестко нагибает, но и не сказать, что эта пушка не может дать отпор, там, например, в матчмейкинговых боях Каких-нибудь там паладинам или еще чему-либо То есть, это хорошая конкурентоспособная пушка, при том, что от нее в матчмейкинге в последнее время берут довольно маленькое количество резистов И, соответственно, ее можно реализовать довольно-таки неплохо Поэтому попробуем сейчас это все дело сделать По поводу диктатора, здесь все очевидно Как по мне, это лучший, наверное, корпус сейчас И право выбора, да, у меня даже, ну, не стоит, да То есть, я не мыслю о том, что, типа, там, лучше взять что-нибудь другое, там, взять, например, там, какого-нибудь викинга Либо взять, там, пантера паладина Мне очень сильно импонирует диктатор И я считаю, что с ним, даже вот с таким вот замечательным гауссом можно очень круто все дело реализовывать Пробитие наносится после сводки Иммунитетов от пробития у противника нету Соответственно, если мы встречаем, например, резист То нам выгоднее всего сначала по нему свестись, нанести пробитие И потом уже добивать Ну, либо добить смогут ваши тиммейты Ведь здесь тоже, можно так сказать, акцент на это делается очень неплохой И гаусс уже сможет работать как саппорт, пушка Нам было бы неплохо акцентировать также внимание на контроль центрального овердрайва Но сейчас мы его, конечно, потеряли Криты очень хорошие одиночными выстрелами вылетают у гаусса И вылетать они стали уже, ну, довольно-таки, наверное, давно Поэтому сводку мы используем только ради того, чтобы нанести пробитие И в моментах, может быть, даже лучше где-то и не сводиться Если, например, у противника нет резиста И он на какой-нибудь легком танке То лучше нам просто брать, наносить обычными выстрелами урон И спокойнейшим образом его сливать за счет крита И за счет просто хорошего дамага Но вот по резисту, конечно, самое лучшее это сводочка Нанос пробитие И потом уже добавочка И слитие его Работает очень эффективно, просто без особых проблем И, ну, вы видите, что все у нас в этом плане довольно неплохо получается Ну и по дрону, к слову, я забыл сказать Дрон мы сегодня, конечно же, используем бустер Бустер для таких комбинаций Я считаю, что один из самых удобных и лучших дронов Которые есть у нас в игре Так, ну и пока что мы ведем Но ведем очень-очень слабенько И вот видите, у нас в бою попалось целых два резиста от Гаусса Хотя я бы сказал, что это в последнее время крайне-крайне редко происходит Очень редко игроки берут резисты от Гаусса Все-таки, ну, пушка не является сверхактуальной в матчмейкинге И на ней не играет большое количество игроков Соответственно, и встретить резисты от нее в матчмейкинге на постоянной основе Это тоже своего рода редкость Так, 1700 у нас крита Гаусс выдает В принципе, неплохой урон Обидно, конечно, что это не ваншоты Ведь если бы это были ваншоты, то это было бы вообще великолепно Но, в принципе, все равно это довольно неплохой урон И можно за счет него неплохо таки наваливать Так, вот здесь, например, сразу мы забираем молодого Здесь за счет еще критов можно еще одного подзабрать Есть у него там резисты с критом просто все равно хороший урон Здесь сводочка Добавочка Два выстрела спокойно с пробитием Можно успеть нанести Но третий я с критом нанести бы не успел бы Можно даже, наверное, потестировать Три успевает нанести или нет Раз, два, нет, три не будет Два выстрела с критом Ой, два выстрела с пробитием можно нанести после сводки Ну, в принципе, это тоже неплохо Так, очень часто у нас начали падать контейнеры, к слову Вот еще один, видите, контейнер падает Я вчера в матчмейкинговых боях видел голды, да И у нас, наверное, там из трех-четырех голдов было два контейнера И сейчас сразу на видосе Первый же голд, который падает в катке, это контейнер Возможно, увеличили шанс выпадения контейнеров в матчмейкинговых катках, если это так И вам тоже начали чаще встречаться контейнеры Напишите по этому поводу в комментариях Мне этот момент очень даже нравится Если бы я еще акцентировал внимание на этом голде Я мог бы, наверное, даже за него побороться Так, у нас пока что 17 киллов 50% овердрайва Скорее всего, совсем скоро выпадет центральный овер По моим подсчетам я чуть-чуть, конечно, за таймингом не слежу Но примерно сейчас уже этот овердрайв должен выпадать Ведь у меня уже 60% есть Соответственно, где-то около этого тайминга у нас должен быть овердрайв Ну и гаусс отлично сочетается с диктатором Еще потому что у вас очень хорошие углы за счет высокого корпуса Да, то есть гауссу эти углы очень и очень полезны Ну и на песке так это вообще Да, то есть у вас есть возможность снизу вверх сводиться У вас есть сверху вниз возможность сводиться То есть вы спокойнейшим образом можете контролировать Такие ситуации на карте Ну и понятное дело, что когда у вас критический урон То нежелательно сводиться Ведь со сводки у вас крита не может быть А с обычного одиночного выстрела как раз таки вы наносите урон с критом Это тоже очень важный факт По катке все довольно таки неплохо Наносим пробитие по викингу Его быстро сразу забирают Мы тоже еще один выстрел хороший успеваем наносить Я вот единственное только не знаю Работает ли сплэш пробитие То есть если я например даю пробитие по одному танку И второй танк стоит рядом Наносится ли по двум сразу пробитие Надо этот момент как-то сейчас попробовать проверить Надеюсь что я О, вот например сейчас Сейчас пробитие по двоим Ай, блин, сничтожился Вернее уничтожил танк Смотри, надо как-то сделать так, чтобы можно было почекать Нанесется ли пробитие по двум танкам О, да, наносится, идеально Супер, так это вообще тогда очень круто Если по двум сразу пробитие наносится То например в какой-нибудь осаде Этот гаусс можно очень-очень круто реализовать Прямо великолепно А я просто помню, что были обновления Которые А, ну это не на гаусс получается Да, это на страйкер было обновление Что с оглушением теперь работает только на тот танк Который По которому вы Непосредственно дамажите Я просто думал, что с этим обновлением Мы, например, пофиксили гаусса Сводочку Но видите, что гаусса с водочкой По двум танкам тоже Отлично и эффективно работает Ну и если два, то три, четыре Все, что близко будут стоять По всем будет работать Это очень-очень круто Так, ну я пока, конечно, отвлекался Овердрайв на центре Профукал Но ничего страшного Ничего страшного Без овердрайва даже на центре У нас все пока что хорошо 29 киллов у нас уже есть Ну и я бы, если честно, не сказал Что тут, знаете, попался противник Прям максимально простой и легкий Да, то есть я бы не сказал Что здесь прям Супер Крепочки играют В принципе, противник Неплохо двигается И, ну, на страйкере, наверное Ну, на немного больше У меня было бы, конечно, киллов Но не так существенно Поэтому я бы сказал, что Гаусс сейчас себя показывает Довольно-таки интересно Да, если, конечно, сравнить со страйкером И учитывать тот факт Что, например, с крита Ты со страйкером наносишь 2000 урона А здесь только полторы То да, можно сказать, что, типа Гаусс похуже Но нужно, конечно же, обращать внимание На количество резистов И количество резистов от страйкера В матчмейкинговых боях Намного-намного больше Нежели резов от Гаусса Хотя эта катка, если честно, такая Довольно удивительная Ведь в ней есть целых два резиста От Гаусса Хотя я сказал бы, что это Сейчас встречается крайне-крайне редко Поэтому на дистанции Мне кажется, что игроков с резистами Все-таки не будет либо вообще Либо их будет очень-очень мало И можно будет легко Реализовывать свою комбиночку Ну и вот, видите, 3000 крит Сейчас вылетел Тоже очень неплохой Под пробитие Наносим сразу тычку неплохую По Викинга Граму Даем сводочку по Мамонту Сводка примерно наносит Такой же самый урон Как одиночный выстрел Только в моем случае Это очень эффективно работает За счет того, что я наношу пробитие Также это эффективно работает с Эмми А, например, сводка с каким-нибудь адреналином Либо Гауссом без устройства Она не совсем Настолько сильно актуальна Она будет актуальна только ради того Чтобы нанести урон, например, по двум танкам сразу А так критов у вас нету И намного лучше просто стрелять Одиночными выстрелами Наносить хороший урон И уничтожать противника Так, 90 на 45 Мы ведем очень легко И просто в этом бою Соответственно, у нас Скорее всего Нет, досрочки не будет Я уже размечтался, конечно О, вот, например, сейчас я, видите Дал сводочку И пробитие не нанеслось Интересно, почему? Ну, расстояние было неплохое, походу Из-за этого не нанесся урон с пробитием Ну, ладно Даже такие, значит, моменты есть То есть там должен быть Какой-то определенный Какой-то определенный дистант, да? Так, у меня тут уже Овердрайва начинают прожимать Молодые люди Им тут особо не нравится, походу Я смогу Могу наносить по ним урон, да? Так, она сейчас, по идее Должен падать еще Овердрайв на центр 45 киллов у нас уже есть 3 минуты до конца Где-нибудь до 60 Если я здесь дотяну То будет, наверное, неплохо Так, ладно Давайте пробовать так просто Слить его Паречка Так, и овердрайв должен, по идее Уже выпадать Изида хорошая появилась Тут работает На ура Хорошую сводочку Вот видите Если бы это был бы не диктатор Я бы никогда в жизни Не мог бы свестись В таком углу Ну, то есть Ну, вот это невозможно было бы Просто Невозможно Так, у нас, кстати, еще Будет выпадать Один золотой ящик И что-то мне подсказывает Что это тоже может быть контейнер Нет, не контейнер К сожалению Не контейнер Но контов стало Значительно Больше В матчмейкинге За последние дни Хорошую сводочку Наносим Сразу добавку По урону Хоп По викингу Сводочка Хоп Добавочка Сразу По резисту Идеально работает пробитие Просто идеально Но Все равно, ребята Если сравнивать Пробитие И эми То свое предпочтение Я, конечно же Отдаю Эмми Но И иммунитетов От эми В матчмейкинге Сейчас Намного Намного больше Ведь оно троллит Намного сильнее Даже вот по этому бою Здесь Иммунитетик У противника От эми Был Изначально Ну и вот Вроде как Сейчас еще и появился А, зашел Зашел новый игрок С иммунитетом Также и От пробития Но Это уже такая вещь Ну а сам гаус Я вам скажу Что работает неплохо Неплохо И Из последних устройств Которые были у нас В челлендже Это, наверное Одно из Самых интересных Устройств Одно из самых Интересных И устройств Которые реально Работают Которые реально Наносят Достаточно Хороший Урончик И Ну, сама пушка Да И устройство Которое Имеет Смысл На его Использование В бою Если у вас Например Сейчас есть Гаусс Эмми Да И Вы Не имеете Гаусса На пробитии То при том Что вы получите В этом челлендже Его И сможете Комбинировать На двух устройствах Да Например Взяли от вас Иммунитет от Эмми Вы взяли Гаусса Например С пробитием И наоборот То это Очень крутая Реализация Которая будет Сто процентов Окупаться И Для таких Ребят Я сто процентов Рекомендую Приобретать Этот Гаусс И Реализовывать Его в Матчмейкинговых Боях Но А если у вас Например Нет никаких Устройств И Вам не особо Нравится Пушка То тут уже Выбор Исключительно За вами Да То есть Хотите ли вы Играть Например На Гауссе В дальнейшем Не хотите Выиграть На нем Делайте Выбор Сами Но По балансу Пушка Находится В таком Хорошем Среднем Балансике Который Можно Неплохо Реализовывать Да 56 кг В такой Катке Я считаю Что это Довольно Таки Неплохой Результат Да Не сказать Что это Прям Вау Бешеные Какие-то Супер Мега Бомбические Цифры Но Все равно Да Ну и С диктатором Понятное дело Что реализация У этого Гаусса Будет Еще круче За счет Дополнительных Критических Уронов Плюс Дополнительные Очки С диктатора Вы всегда Будете Получать Ну и В тдм В цпшке Да Я думаю Что даже В регби Можно Очень Некисло Реализовать Этот Замечательный Гауссик Ну и Я Наверное Его тоже Себе На заметочку Возьму И Возможно Когда будет Резисты От Страйкера От Того же Там Фреза Теслы В бою Буду Держать В уме Этот Гаусс Что его Также Можно взять И очень Неплохо У нас В бою Реализовать Так Еще одного Сольем Нет Не сливаем Ну почти Кстати До срочку Сделали И 60 кг За каточку Набили Неплохо 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 Что я могу сказать 5000 за такую катку Мы заработали Кристаллов Это на повышенных Было бы около Десятки Десятка Было бы вообще Бомбически Ну и пятерочка За такую катку Тоже Очень Неплохой Результат Поэтому Ребят Мой вердикт То что Это Устройство Одно из Немногих За последнее Время Которое Имеет Смысл Приобретать И если У вас Нет Этого Гаусса Нету Например Здесь Также Еще Вот этого Замечательного Устройства На хантер На пробитие Нету Гаусс Нету Грома Да Либо нету Чего-то Одного Только из Этого Все равно Стоит Приобрести Этот челлендж Получить Это Замечательное Устройство И в дальнейшем Неплохо Себя Реализовывать В матчмейкинге Ну и Возможно Возможно У вас Появится Еще одна Дополнительная Хорошая Пушка С которой Вы будете Играть На постоянной Основе Ну и Пишите Что вы думаете По этому поводу Мне было бы Интересно Узнать Ваше мнение По поводу Гаусса Согласны ли вы Со мной Что он находится В неплохом балансе И что он имеет Какой-то уже Хороший Определенный Вес Ну и Поддерживайте Конечно же Видеоролик Лайком Подписывайтесь На канал Если вы Еще вдруг Не подписаны Нажимайте На колокольчик Дабы не пропускать Новые видеоролики Ну и не забывайте Про тег Создателя Контента Который Находится У нас Где Правильно В настройках Игры А щелкаю Я не на настройки А на друзья Настройки игры Аккаунт Вниз Крутите Тег Создателя Контента Мой личный Тег Это Тег Его вы автоматически При донате В игру При покупке Танкоинов Либо при покупке Премиума Аккаунта Поддерживайте меня Ну и плюс Есть еще спецухи Которые у нас Заденежные За денежки Продаются Они тоже как бы Работают Поэтому поддерживайте Плюс участвуйте В розыгрыше По тегу Который На которые ссылки Есть в описании У меня друзья На этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока